Коптар, бой, игре Как оно пойдет То есть Пупей говорил следующие вещи Я готов отдать им виспа Стине даже пускай, которого тут нет Главное, чтобы не было баунтихантера Если мы возьмем чена Бристалбека, мы овним В итоге баунтихантер их овнил сам Тут они забанили баунтихантера И все ровным счетом повторяется И сейчас будет Рикимару от FV Рикимар? Бесконечный инвис Не, я думаю, что они не настолько жесткие Я думаю, что всякое может быть Посмотрим, посмотрим Будет смешно, если будет Рикимару Будет очень смешно Я думаю, что кому-то будет не смешно Может быть, но не факт Что так будет Так, ну смотри, у нас драфт Дарксир теперь у нас пикается Для Зая То есть получается Бристалбек Теперь у нас будет Кэрри, наверное, все-таки Кэрри, чем соло-мидер Саппорта для Куроки Все еще не взяли Рубик в бане Бэйн Все еще возможен Но, мне кажется, Бэйн не очень понравился Особенно против инвокера Бэйн очень тяжело играть Ну да Он там страдает от всего подряд И ЕМП Ты толком не можешь не схватить никого Ну вообще беда Да, ЕМП за тебя достал Ты просто вообще Никакой Потому что огромный монокост на любой спелл Тебе ни стики не помогут там толком Даже моноботинок может не спасти Так что Бэйн, может, ты не самый лучший герой Да, ну и Ждем третий пик Вообще там пишет InMate, что по статье WinRaid Dragon Knight 54% Но в играх, которые я смотрю, ноль Ну блин, ты какие-то антиигры смотришь У нас Dragon Knight было много на этом турнире уже от Сикретов, например Да, и были уверены иногда победа с Dragon Knight На этом турнире, я думаю, процентов 50 на 50 Но... Даже может больше Тут были парни, которые закидывали все, что играется и не играется, поэтому... Да, ну, S4, супер, сравнили нам их Суперов трое полюбимся герой-снайпер Мы про это уже вспоминали сегодня Про супера его чудо-снайпера, Лина Лину забирает Витчи Гейм Ну, к саппорт Лина, очевидно Интересная такая связочка саппортов, да, получается у нас Виспа Лина Да, ну не будет Паунти Хантера, не будет Рикки Мару Ну, заметь, в бане нету никого из вот этих Висповских героев То есть, ни Тини в бане нету Хотя Висп Тини очень хорошо играет HFY Очень хорошо Да, и никто не мешает им их взять Но не видят они, возможно, силы Виспе Тини против Дарк Сидера, Бристалбека Вот против такой Вич Доктора еще А может и видят, но просто не спешат Сейчас мы узнаем это Остался кэрри для Хао и саппорт Точнее, хардленер для Айс Айс Айса Могут они попробовать, опять же, спирит брейкера взять Могут Чтобы Побегать Чтобы в драке, да, иметь по тизерам, по импаверинг хейстам, ускорение Смотри, тут, кстати, у нас, получается, в этой игре у Сикретов будет в виде Бристалбек, правильно? Если Дарк Сирп сложно Ну, возможно, кэрри Бристалбек Возможно, в миде, да Но, как бы, мы этого не знаем и ВГ этого не знают И, может быть, даже Сикрет еще не до конца определились, возможно Зависит это от пиков По итогам Пойдет ли им там Бристалбек, скажем, не Ну, вообще, пока Бристалбек в миде возможен Потому что связка гангеров у Вичи Гейминг не сказать, что супер-пуперская такая И Бристалбек, ну, я бы не стал их вместе ставить Мне кажется, гораздо больше толку в Бристалбеке на легкой кэре, который выформит много-много всего И потом под счетами Дарк Сира будет врываться В миде он имеет все шансы провалиться Просто-напросто Против Инвокера и Виспа с Линой, которые могут все-таки таки гангать его Опять пушат Сикрет Сикрет снова очень агрессивно пушат И в тот раз Баунти Хантер поломал просто весь пуш в соло А как сейчас Вичи Гейминг будет ломать пуш? Но они уже взяли Лину, чтобы отпушивать Тайт Хантер Наконец-то Да Но здесь не особо-то он смотрится В отличие от тех матчей, где мы его просто просили Ну Где мы его очень просили, чтобы он появился Здесь он появляется Да И не сказать, что это действительно лучший герой Который... Ну, хоть... Ну, ладно, не знаю, не знаю Ну, я тоже не знаю Мне кажется, что это так себе герой Сейчас Ну, да То есть, если мы говорим о пуше В который, очевидно, у нас ударили Сикрет очень активно То, как анти-пуш персонаж Тайт Хантер Средний Определённо неплох Определённо неплох Определённо плох Почему плох? Тайт колдаун ульта огромный Да, да Отпушивать нечем На ранних стадиях вообще ничего не может толком И не особо-то он и танкующий, пока у него там нет чего-то Да, слишком большие интервалы, когда он может принимать участие, скажем, в замесах Да, а в тот момент, когда у него нет ульта, он ничего не может в драке И вот там разотрёт этот Бристлбэк под щитом Дарк Сиро, он даже не особо обратит внимание, будет мимо бежать А Тайт Хантер сгниёт Да, да, причём... А вот давай, какой ещё может быть герой, который ещё больше усилит Бристлбэка того же? Ну, естественно, помимо виспов потенциальных Ну, тут вопрос, какой герой Сикретом остался? Мы так пока и не знаем, будет ли это Кэрри персонаж или же Соло Мид Если это Соло Мид персонаж, то тут можно подумать о том же паке Можно подумать о Шторме, он вроде не в бане, да Что-то такое, потому что неплохо бы чем-то начинать, всё-таки замес, пока такого героя нет Ну, кстати, Шторм мне очень нравится, всё-таки и под щитом Дарк Сиро тоже неплохой персонаж Шторм, несмотря на то, что он рейнджевой, это всё-таки контактный герой И... Да, Шторм здесь смотрится довольно неплохо Пак, в принципе, тоже хорош, потому что он довольно-таки хорош против Фэн Вокера, Линны, Тайт Хантера, против всего этого Потому что он может вернуться от всего, фактически, если он хорошо сыграет Так что действительно, что пак, что Шторм тут могут быть очень хороши Притом, кстати, Шторм может быть хорош и как на Кэрри роли, то есть как фармящий на лёгкой линии, что в миде, что на лёгкой Просто в миде Брестлу против Инвокера будет так себе стояться Раз на раз... Вайпер Вайпер Ну, это Пуш, это вообще, то есть, если мы говорим о Шторме и Паке как о просто персонажах неплохих по игре То как Пушеры, они, ну, вот именно герои, которые конкретно взяты под Пуш, так себе Это не совсем Пушеры, просто они там цепляют, что-то делают, хороший лейт-потенциал Шторма у того же Вайпер это чистейший Пуш, это герои, которые фармит, там, ковыряют свою быструю Мекку Или может быть что-то другое, быстрый Аганим, жирная такая тушка, которая стоит спереди И только предназначена для такого давления в Йорли-мид-гейме, в начале, в середине игры Спасибо за перевод Так, ну что, последний, последний герой в пике для Вич-гейминга Должен быть это мейнкерри для Хао Это диск Тинни Ну, все просто, это Тинни на ласт пик с виспом на первый пик Странный это Все до ужаса просто, прям Ну, на самом деле, вот мы, помнишь, когда-то было дело, мы плевались на всяких виспов ЦК Которые не способны отбиваться от быстрых пушей И мы тогда очень часто вспоминали этого Тинни, типа, где же он был? Где же он был? Вот он здесь был Я, опять же, готов немножко, немножко кинуть такой камешек, пока маленький, потому что непонятно, чем эта игра закончится в игре от Пупея и его тусовки Ну, висп, ну, пятьсот тысяч лет после этого у вас три бана еще было, ну, можно было где-то убрать Тинни Ну, висп Тинни, ну, все знают Мы еще во время второго пика говорили о том, что, блин, Тинни-то не в бане, ни один герой, который связан с виспом, не в бане Ну, ни один герой, вот Чаус Найт просто юзали с Чаус Найт против этого пуша Видели мы уже одного Видели уже попытки, да, там всякие свыны, ну, тоже такой, Тинни, всегда Тинни в свиспом Ну, у него хороший берст, он неплохо подходит по ту же лину, тай духу инвокера Ну, типа, с вайпером будет, да, тяжело будет, придется вайперу как-то быстро убивать, ну, что, ну, все-таки в Тинни он запускает тиммейт и уже... Да, между прочим, вайпер действительно был взят типа на упреждение, они подозревали, что этот Тинни, скорее всего, появится, потому что вайпер неплох Неплох, неплох, да, замедляет скорость атаки, а Тинни и так медленно бьет, ну, и скорость передвешения, конечно, конечно, это компенсируется виспом отчасти, но... Ну, знаешь, там, висп не оторвался, не притянулся Да нет, ну, то-то просто компенсируется виспом, это просто получается, что висп делает Тинни обычным, а не усиленным Ну, да, да, да Есть такой момент, конечно В общем, хотелось бы мне сразу сказать, у вичигейминга будут определенные проблемы с тем, чтобы дефицит здесь Мы, конечно, понимаем, что вичигейминг играют просто феноменально, но... Тем не менее, дефицит тяжко, дефицит будет очень тяжело Да, у вас на своем любимом герое практически играют Если только сейчас они не прибегнут к тактике, которую они продемонстрировали нам в прошлый раз Развалить кабинет до тех пор, пока нас не пойдут пушить, мы их просто развалим Развалить кабинет по всей карте? Exactly, my dear friend А тут нечем разваливать кабинет по всей карте Правда, если будет довольно активный инвокер, то у нас в прошлой игре был суперактивный инвокер Хотя там ситуация так заставляла Ну, слушай, в любой игре есть чем развалить кабинет по всей карте Главное правильно и вовремя грамотно передвигаться по ней Начать зайти в этот кабинет Витчи и гейминг умеют грамотно, правильно и вовремя передвигаться Это их чуть ли не главный козырь вообще, который они используют постоянно Это раз, кстати, FY играет на виспе, Finrear играет на линии То есть мы видим, что и один и второй саппорт команды Витчи и гейминг умеют отыгрывать на виспе Ну, а кто бы в этом сомневался? Ну, Артур в легкой Артур в легкой, Куру будет ему помогать Стоять будет против Айса В миде все понятно С4 против Хао То есть тут тоже то Артур играет, то Зай играет на Брисле, то Артизи, то С4 У них все играют на Брисле Да, но тут Бристалбек в соло стоит у нас против Виспотини Кстати, это обсуждали ребята тоже на своем таком тим-толкинге перед этим матчем О том, что Бристалбек может потерпеть против Виспотини и выстоять Посмотрим, как это получит у С4 Пока получается, но пока и первый уровень всего Ну да, самое-самое начало одного крипа убили те, те не два Интересно, что будет дальше И инвокер в легкой Инвокер в легкой Против всей этой движухи Ну короче, как бы нам не хотелось увидеть Как бы мне лично не хотелось увидеть экзортного инвокера Это будет Квасовекс Ну конечно, тут-то точно Тут-то точно супер странную вещь сделал, зашел Получил просто три плюхи Оказалось, что это какой-то мисклик, знаешь Может быть, может быть Да, ну там у Звягинцев нормально Так, ой, Фернер, иди сюда, говорит Зай, кстати, чувствует себя в шоколаде Его довольно тяжко здесь убить на этой линии Впрочем, Айси, я смотрю, тоже не особо паникует У него уже Кракеншелл есть единичку Вичдоктор, скажем, серьезным ДПСом не славится Действительно так, так, кстати Зай тут пытаются таки убить Ну, вообще-то, знаешь А куда он побежал-то? А побежал он непонятно куда Да, если у него сейчас Закончится сейчас Сурдж Да, да, и он приплыл И он мансует, мансит Ну, что он делает? Ну, просто беги хоть куда-нибудь Он решил, что я лучше убью, и погибает Ну, кто забыл? Короче, я не знаю, что с Зайом, но Слушай, у Да, не-не-не, ничего не сделать Дрался, конечно, как Лев до конца, но В итоге Лев Просто Туповат такой Беги на базу Лев туповат Сверика уже понесла Не, ну что? Ну, имею в виду, что он дрался, конечно Но шансов там убить было ноль То есть он понял, что проиграл сразу почти Да Пригорел Пригорел, проиграл Начал драться Рыджанул Ну, вообще-то, очень странный Мув от Зая Побежал он Когда тебя бьет Лина В спину И у него есть стан А ты бежишь Как бы не в сторону базы Потихоньку А в сторону Вражески базы Пусть она в тебя попадет Так ты все равно будешь ближе к своей базе В разы Конечно И наполучаешь меньше подачи в спину Конечно, он достаточно Достаточно плотный персонаж У него еще и щиток есть Да, ну и Смотри, он опять быкует Мне кажется Пусть быкует Пока есть Сурж Можно быковать В следующий раз Фена Сурж поймает Он сейчас на вексах там С третьим левелом как-то добежит Без маны должен быть полыгры Ну, так что у нас тут ухау Ухау Вис пошел ломать лес Все четко Да, зато Пупей сейчас чувствует себя просто в раю По сравнению с прошлой игрой Он фармит все, что ему хочется Он делает дабл стаки У него есть сову, чтобы этот дабл стак зафармить Просто идеальный расклад для Чена сейчас Пупей рад Зайчик Проснись Алло А Зайчик не рад Зайчик второй Не, я думаю, что Пупей тоже может быть не рад В связи с подобными действиями Зайчика Ну да, согласен Но Вообще Только мы как раз Я говорил, ну и так и есть Что у Зая линия более-менее комфортная Нету Дерект Стана Два героя Ты можешь там как-то туда-сюда Но Зай уже два раза умер Это он зря С4 маленько пробили в центре Но у него там два заряда в ботле Поэтому он вот так вот агрессивно действует Но с другой стороны, да Зай развлекает очень сильный инвокер У инвокера крипстат 10 на 8 Не самый лучший У Зая 10 на 0 Но блин, у инвокера есть два фрага И фейзы уже есть Ну да, ты просто таким образом можешь Неожиданно подарить инвокеру Четыре лишних пачки крипов Независимо от того, как он там крипится Не забываем Новый патч Сделал такие изменения Что киллы дают больше денег Крипит дают меньше денег И теперь Если раньше пофигить Чтобы враг его не добил 10 крипов Это было Ну, в порядке вещей Терпимо То теперь это нет Теперь ФБ стоит пачки 4, наверное Как Иллидан писал у себя На стене Я не считал Доверюсь тут Иллидану Он, наверное, посчитал Он вообще любитель считать Поэтому Тут Зай не прав И отмазки не работают Потом стрик сорвем Все будет нормально Да, конечно Это тактика раннего фида, да? Да, 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 да Ты даешь типам бьем гадлайки Потом срываешь стрик И все И делаешь камбэк Ну, ладно Прилетело что-то Ну, ботул Там стики Ветки Ничего интересного пока Прилетел Ну, пока очень размеренно Спокойно идет игра Формит Артур Формит Хао Формит понемножечку себе Аааа У нас С4 Ну, час тоже 0-0-0 у него крипов И вот они Вот они Первые сладкие крипчики Ползут, ползут Сладкий бубалер Ну, кстати, левел-то у него неплохой Для того, чтобы Вот она игра Хартлайнера Да, 0-0-0, но левел есть И нет смертей В отличие от Зай, у которого есть И левел такой же Крипов там вагон Зато и Фидис О, здравствуйте С4 Кстати, отпивается Отпивается Густав бежит И уходит Хорошо, Густав Выжил на стиках Плюс Боттл О, нормально, да Действительно ушел Ну, кто сейчас будет знать Что в любой момент Если на него налетят То хватает у ребят демэджа Чтобы убить Ну, плюс-минус хватает, да Да, у него есть вот такой Халявный телепорт Поэтому вообще замечательное дело Ну, Чена скоро будет, кстати Тоже Hand of God Так что сможет он помогать Там осталось совсем чуть-чуть Так, да Ну, и что там у нас Лина Лина почти четвертый уже уровень Да, Бристалл уже на линии За Дехой такой агрессирует Он нахав Ну, конечно Ну, хотя бы тычку дать Уже было бы 90 Хочет, хочет Гухи не было Гухи вообще можно было бы убить На самом деле Ну, они его заставили Ой, ой, ой Что здесь вообще? Ой, сколько капусты Еще раз будет делать, что ли? Ну, да, и возможно получится Конечно, такое количество крипов И здесь будет Лина делать? Такое количество крипов не всегда Получается сделать так, но Не вышло Почти, почти Ну, уже больше не выйдет Там уже надо Айс 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 Нету не реведжа Он может только атака демэж Пытался висп поцелить Сташка в никуда по итогам Тут плохо все Лина тоже может умереть Я прощаю, видно Ну, слушай, тут очень много людей потягиваются А вот теперь проблема Артура и Куроки А у Артизи есть? Тп-ха там? Может быть? Ой, как Артур ушел? Просто полетел Просто поплыл Ну, супер Прочитал тут Артура Начинает его сбивать Куроки в спине Нет, Куроки надо быть очень аккуратным Ну, не стой здесь полить Куроки тоже, что ты умрешь Там же пачка крипов А, тут уже S6 Отпуста появился ЕМП хатопа, кстати, залетает Бристалл вообще пустой Должен быть Но он уворачивается Нет, не попало Так он сейчас там фыркает Он сейчас убьет тут всех вообще Ну нет, убить то наверное Если будет колд снэп То они его могут убить Но фыркает больно Вот, вот смотри Какие фырки пошли И еще один фырк Все, это минус герои Минус Еще сейчас этого убьет Еще фыркает Я же говорил Он всех убьет Купей подошел Две волны закинул Очень больно сейчас Стало прямо Просто жесть Это блин Это как вот в роликах Которые на ютубчик заливают Знаешь А Заза Бристалл убегал от пятерых Всех убил Вот сейчас так же было Тоже имеется шаг Он может выкинуть Кажется артизи куда-нибудь подальше Надо так и сделать Не совсем не туда Кажется не туда Кажется не туда Кажется не туда ты его кинул Морлина хотя бы менялась Но суть в том что Секреты Очень сильно огрызнулись Очень сильно Три фрага здесь Четвертый Да, да, да С дилем тут Там LGD сидят Слушай, у Секретов Такается огромное количество денег Так конечно Чен, который фармил на халяву Еще пришел Не, ну Кура тут решил фидануть мальца Ну он может быть И живет Живет Как живет FY ошибается FY А вот этот виспяток Один висп не долетел Маленький виспенок Не долетел Не добил И Но 4000 на восьмой минуте Это конечно не как в прошлой игре Но тоже Бристалбеку неплохо Сейчас подогнали Денег Но и не забываем Мы говорили И мы не отказываемся от своих слов Это пуш Который нужно как-то будет сдерживать А когда тебя Пушащие герои Еще и овнят поначалу Сдерживать будет очень Ты посмотри что делает Свол Он может подойти Зафармить этим щитом Всех этих крипов в инвизе Но он не стал Он понимает что за ним сейчас могут прийти Да Он видит пару человек Они же его не видят Кстати кстати Надо пройти сквозь Сквозь шарики Чтобы тебя не убили А что он не хочет так сделать Это была бы довольно нормальная тема Боится Сейчас Сейчас Он проверит Увидит что тут никого нет Или наоборот что тут кто-то есть Ой Сентряк Сентряк его убивает А как они вообще узнали А у него наверное долго уже был Этот инвиз просто Да Да Вы какие Капуня Ну вот тут сейчас реально будет много капусты Царские читают игру Там сатир еще отбрасывается воевами Ну я так и не понял что-то делаю сфу Я сначала думал что он хочет щитком пофармить Потом он просто ходил Че ходил Че бродил Че хотел Так Буабулесы Иди сюда Деньги Да и моментально Тинни Выходит топ-1 по нэндворсу у нас После таких приколов Да Зарабатывает действительно очень много Ну Они там борются прям Монетка в монетку Ой тут еще тоже крипчики стоят Такие сладенькие Сладиуля Да Големы сейчас приятные Для которых можно магией Хоть и немножко но в коцах Да ну и в итоге смотри Два вот этих много спауна Зафармил Тинни Он моментально Как уже было отмечено Вырывается на первое место Да там косарик Он действительно заработал Ну и визу стал боссом Среди саппортов По факту Хотя нет ни хрена себе боссом Чем на четвертом месте Я сейчас обратил внимание Вместе с инвокером кстати Чем-то не особо то саппорт Здесь есть У него уже Микадзу кстати Надо только донести себя В принципе то он саппорт А вот у Айсайсайса На том самом Тайтхантере Которому были вопросы Как к пику в принципе Пока огромный проблем Ты посмотри как он бедный 1500 нэндворса У него ульта даже нет Он еще не шестого левела Ну между прочим да Причем это уже десятая минута И вроде как бы оффлейнер Должен потихонечку Подходить к этой отметке Где он вообще сам обитает В районе эншентов Ага вон он вон он Он делает этот запас На будущее Эту заначку Известную на эншентах Которые потом Бристалл зафармят Но Сиггстан скорее всего придут туда Да они не дадут Будут стараться не дать По крайней мере зафармить Этих эншентов Тайтхантеру Там может быть кстати Какой нибудь Очень эпичный замес За этих крипов Ну в принципе да Но знаешь в эпичных замесах Я больше уверен В команде ВГ Все таки рэвидж И прокаст инвокера С Тигней и Линой Это невероятные дэмжи А мы еще не видели рэвидж И кстати до сих пор нет Шестого левела Вот он только-только-только Получил Ну десятая минута нормально В целом нормально Денег только мало То есть чтобы он там не фармил Блинклет или какие-то статы А мало ботинок вообще купил Ну Знаешь честно говоря Тайтхантеру При таком пике противника Особо-то и не надо Влетать В толпу Ну Единственное кто может его приостановить Это там вайпер например А так-то он спокойно Будет пешком заходить Ну Такое пока дойдешь уже Может и Ну Это подзакончится Ой сколько тут саков Опять не получается сделать Но тут тоже уже много Их надо забирать Уже скоро Тайду надо их пойти запармить Так Ну тут сейчас Тайт немножко подстрял Да В этой игре Сикреты играют явно Повеселее чем это было в прошлой Ну конечно Но в прошлой им просто сломали игру Пришел баунтихантер и испортил все Сломал им Да Их домик Они строили дом А он сломал Так Хао Крипав Полиция Ой заблудился Хао Его сейчас будут избивать эти крипы И зачем он просто оторвался на крипас Боже какая ошибка Неплохой реветч Ну это скорее защитный реветч Надо уходить отсюда Ой как все плохо Увезли Тинни Супер Он нифига говорит Иди сюда Куда там разгоняешься Артур Ну кстати вайпер да Пуку стоит Слушай а виспа наверно тоже отпустят Или убьют Он может улететь куда-то там Да он улетает Съел А там баночка хорошая попрыгала Опять Тинни Хао 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 в колено локтевой позиции А что он там стоял то Не знаю ошибается Хао Ну и начинается пуш Ну и начинается пуш Стрин этого вайпера просто бешеного Да Бекует Тут секрета хотя проще им тавер наверное тавером валяться Вот первые реветч пережили не то что без потерь Еще и давят дайдже Ну это читалось Это реветч сам по себе вот первого уровня В начале он очень слабый скилл Да понимаешь вот этот Тинни только что просто заруинил Все Он увидел этих крипов Он в них запутался Дал этих проказ Непонятно нафига вообще Ну да Потом еще и сдох Потом еще и сдох Все плохо Пока Сделал хао В этом конкретном моменте Ну и смотри два тавера забирают секреты И сейчас по деньгам они должны взлететь Ой 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 Как сильно Куда идет тайт Куда идет тайт Ну он же без реветча Ну куда ж ты друг Брат борщ Айс 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 Умирает айс 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 Ну да Он там наверное умрет А там какой-то замес с другой стороны начался Здесь из фопры заживут Очень больно его тапает Пытается и пупеет Не получилось Умирает айс 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 Там бьют инвокеры и сбивают Финрир Ну Финрир тут идет А вот Кура куда же ты Про каста нету Хаоу нету тоса Есть тос А что же он сейчас умрет Хаоу просто полетел отсюда И улетит же Спас его Финрир Но Финрир сам поплакится конечно Да и в принципе мне кажется Более справедливо то что погибает именно Лина А зачем он там давал стан Там бы и так никто не взглянул Ну Чтобы поцейвить в принципе Может какой-то Дарксир там вакуум свой пытался дать Или еще что-то Мало что Так супер Смотрит здесь он на Артизе Видит он его вообще Да видит Да Дает ему прокаст по голове Артизе неприятно Артизе надо уходить наверное отсюда все-таки Ну мы сейчас тут манку подзалили вроде норм Надо добить ребятами Сикрет вообще нон-стоп Вообще не уходить с этой половины поля Скажем так Ну они так и делают пока Потому что они сейчас так прям прижмакали Прижмакали Соперника Там да, пока что только один инвокер имеет более-менее нормальный запас по денежкам Но инвокер такой персонаж специфический Ему то особо много денег не надо Ему слилевел хороший Он может компенсировать своими обилками дефицит каких-то артефактов А вот Тинни он грустен, печален Оп Закинул Савуха Ну а здесь подлетают уже Сикрет сюда Ну там самые большие крипчики, самые сладкие остались Это, ну голды там 500 наверное есть Стоит 500 голды безусловно так Так, залетает здесь ЕМП Ни в кого не залетает ЕМП А здесь САС имеет все шансы снова встрять Его там видят по варду Ну вайпер его уже плюет В него плюет, плюет Возня на этих крипах Там уже рэвейдж обкатился кстати Да, есть рвага Пока пытаются как-то растянуть время Ну кстати все, разделили на два фронта Ой-ой-ой, как опасно там Висп улетел в соло Он почти увез Вину, почти, но не увез Ну все, 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 поплыли, поплыли Слушай, а не знают что делать сейчас Вичи? Не знают, они не знают что делать Они так хотят с этими, знаете, крипов подраться Что они тут фидят и фидят Продолжаем Ну еще Инус и Фуай Хорошие, очень крутые каски, Хао Опять поплыли Полетел Хао, улетел опять Он просто забегает в толпку в расход И ТП 6 Может у него челлендж Сделать три ТП от пятерых типов? Может быть Пока работает, пока работает Ну и собственно Подтверждается примерно наш Такой прогнозик по пику этого матча Тяжело ОПГ драться на этих минутах Но они этого сами не понимают И продолжают драться Наверное давно уже пора заняться сплитпушем каким-то Да, да, да Попробовать растянуть игру А не поздновато ли десять тысяч нетворца поздновато ли? Поздновато ли? О чем и речь, что давно уже пора бы заняться каким-то сплитпушем То есть чтобы Тинни пошел С виспом поломали Нафармили Аганим Интересно, за кого болеют китайцы там сидят? Я думаю им пофигу примерно Они уже свое отыграли на этом турнире Сидят, радуются Они на диванчике неудачников там тусуются Слушай, ну там до этого Вичи сидели А ну да, значит девачки китайские Там до этого в приставки играли? Все, кто в приставки играет неудачники Да, Чуань до сих пор играет Чуань до сих пор играет Чуань до сих пор играет, да Им вообще пофигу А они сейчас смотрят как Чуан играет что ли? Они смотрят Дотку Дотку Дотка не селедка Чуань уже покомментил Сейчас они смотрят Дотку Понял Ну что? Сикрет Надо продолжать давить Вичи надо Надо останавливать драки вот эти бессмысленные абсолютно Там уже Артур очень плотный Там у С4 уже немерено всего Погоним вообще с тобой Артур, кстати, купил себе Буклер Но у них же есть уже Мека То ли случайно, то ли специально Кримсон Гвард будет делать как-то То ли Кримсон Гвард будет делать, да То ли Фикова знает, что он там Придумал такое Так, попытка здесь что-то сделать джетелбэком Ну, ЕМП, конечно, минус вся мана Ну, говорю, единственный шанс это действительно Когда вся толпа подставится под Торнадо ЕМП И вот тогда драку можно будет выигрывать В любом другом случае все очень весело Да Если вся толпа подставится по Торнадо ЕМП Потом Равага, потом Прокастин и Тини Конечно, она Это американские боевики, которые редко случаются Даже в паблике А что уж говорить о Секрет Вичи Гейминг Конечно, Секрет не подставится так, чтобы прям Все во все попали А если все не во все, то ВГ не хватает сейчас дэмэджа Потому что Мека плюс хил чена Максимум всех спилов ВГ там хватит, чтобы сбрить какого-нибудь одного парня И то не факт Радианс Боттам Тауэр Да, я пока залез посмотреть распределение призового Мне просто что-то вдруг стало интересно И что там говорят Дота тебе? Тысяч пятьдесят за третье место, да? Ну, за третье тридцать пять с половиной За четвертое двадцать семь, за пятое девять с половиной Короче, я уже очень давно перестал на турнирах по Доте смотреть призовые фонды Да, я тоже перестал, но Ну, типа, это интересно стало По-моему, это не самое важное, не самое главное То есть там был D2CL, где было там в три раза меньше Был StarLadder, где было в два раза меньше Там был MLG, где было в пять раз меньше Вообще пофиг, абсолютно Абсолютно пофиг, я согласен Но чисто для футболи, возможно, зрителям интересно Почему в футболе или в боскетболе, или в теннисе, или в хоккее Никто никогда не спрашивает, а какой призовой фонд? Да какая разница? Да хрена ли он? Вообще, я согласен У нас пока киберспорт, он, конечно, меркантильный Потому что, ты пофигу всем, чё, какого уровня турнир Главное, бабки! Миллионы Супер Ой, там каски залетели Такие касочки Как же каски развалили Куроку Шакура просто царь Супер умер, может забить на него Да, да, догорает он от урны, но это просто жесть Куроке в соло развалил двоих типов Фенрир улетел Короче, надо заходить через на хайграун Прямо сейчас Ну, конечно Да, отпускать Тинни с Тайтхантером вообще нельзя Ни в коем случае Пока нет этого Странад ЕМП Братана Можно заходить и всё делать И всё будет, более того Потому что ЕМП нет, торнада нету Кто будет останавливаться? Ну, Тинни б... Ну, Тинни гречи Ну, Тинни засыпал Но там же вот такие Вичдокторы с хилами Противные и Крепчиков подхилить можно И Ченовских, и Героев можно подхилить В общем, очень неприятно А СССР на блинг пытается себе наскрестить Ему ещё 400 голды Но он там 400 голды не вынесет достаточно быстро Тавр если загребёт, то вынесет Он уже делает тапаут на базу Он уже на базе обитает Ментавр забрал И да, да, да И есть... Ну, и вот сейчас Момент шанский Для Вичи гейминг Есть блинг у появляется у The Counter Есть Всякий прокаст Ну, вот... А, БКБ уже БКБ прожал уже Да ты... Ой, и сейчас можно Тайт поймает Тайт поймает А почему он не влетел? А потому что улетел Тинни Потому что улетел Тинни Тинни бы там склеился Надо было улетать Хорошо Всё хорошо сделали Всё хорошо То есть... Если бы сейчас Сикреты остались Если бы Сикреты остались То Сикретам было бы сейчас возможно Уже не очень приятно Но они ушли Поняв, что Сейчас будет ровашка И Тинни фулл хпшный вернётся С прокастами А у СФО уже БКБ нет Ну да, ну да Ну и вот они Пока что защищают свой хайграунд Пока что Ещё не проиграли Да будет СФО через 30 секунд БКБ Можно подождать Можно не с этой Со следующей пачкой заходить Да и всё Тинни по-прежнему Безагонин 2800 голды Немного И немало По такой игре Просто 800 голды Просто так с куста не упадут Сейчас А Сикреты очень активно пошли Пошёл Пошёл там Тинни Крипчиков Забирать активно Одну-две пачки Сколько получится Для того, чтобы были Эти самые деньги На этот злополучный агоним Отбивается инвокер Пока что Возможными всеми способами Опустошил он С4 Но ненадолго Я думаю Опустошил Ну да, там мана ботинок есть Два видимо У Сикретов Поэтому мана возвращается К ним Достаточно Ну да-да-да Да, но Демжин Товарам не особо много У Сикретов Ну хорошо Крипчиков там поотстреливали Или они пытались отстреливать И Фенрир там что-то наваливает Да, дают время Они правда сейчас тиннис И с помощью А, они уже вернулись Они уже вернулись Да, тиннис Хороший эволэнч И задули хорошо Ну так Вот эти предварительные ласки У ВГ достаточно Хорошо сейчас пока выходят Торнадо очень сейчас Жестко залетает Из-за торнадо не сбить Тяжело будет Там уже СССР даже блеккануться Может быть в один момент Проблемно Артизи Один чертов хп Да-да-да Смотри Тут цепляет людей Айс пока правда не прыгает Ну Артизи Аегис Правильно же? Да-да-да-да-да- Я не думаю, что он вот так вот стоял без него Допить было бы нормально Хотят, чтобы на халяву Айгис потерял Атур Ну видимо это уже скоро подойдет Тайминга у нас нет Как обычно Но Оп Хахаха Хахаха Нормально тогда Выпили Айгис Брат, подержи крипа Пфф Лови подачу Теперь нет Айгиса Теперь можно и подраться В принципе ВГ очень Хлазнокровно все делает А теперь не будут драться секреты Вот в чем дело Возможно Очень хлазнокровно ВГ действует То есть они реально Вот этот вот рэвидж, ты бы уже 5 рэвиджи бы дал, наверное. Да, я бы уже просто там... Они прям вообще терпят, выбили айфеги, все аккуратненько. Кстати, Фенрир встрял. Фенрир встрял, да, но что-то придумывать теперь. Фенрир? О, живи, он живет! Живет на бараке, застают прочитать, пока я там за Фенриром. Ну вот на бараке, ну, надо сейчас ребят ловить на бараке. Опять милишный касают, в первую очередь. Вайперы-агонинчики, вот этот прострел будет каждую секунду идти в файл. Да, и милишный барак. Циклон сбивает Даггер Тайтхантеру, и это минус бараки в миде. Надо уходить, Сикрет, там, не надо оставаться здесь. Зачем, зачем это делать? Тут надо бы просто оттаять. Вот так заплевывать, и все, заплевывать, заплевывать. Как же перетягиваться сейчас на топ, загорать Т2 там, и то же самое делать с Т3 вышкой на топе. Так и делают, так вроде бы и делают. Действительно, не теряют никакого времени. Сейчас курица какая-нибудь полетит, наверное, поднесет артефакты, которые были зафарманы за это долгое стояние под базой. Вичигейминг-даваться-то был сегодня? Или они будут смотреть? Ну, они боятся, они боятся ошибиться. Хау-проблемки небольшие, ну, да, тут. Сейчас очень мешает жить вайпер, прям очень мешает. Да, 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 вот этот вот спамящий вайпер, опять же, вот как раз то, о чем мы говорили, пушующий герой в мидгейме, очень сильно. Уровага! Залетать поиской! О, из-за 0 маны! Из-за просто уничтожили. И торнадо отличное. Стенка, какая стена, какая стена с азиатской. Минус 3. Минус 3. Ну, попахивает 1-1. Да, это... Прям штырит. Повеяло. Ну, это еда и азиатская, ребята. Очень, очень, очень хорошо сейчас разыграть. Ну, это было понятно. Ну, максимум, что могут выжить из этой всей ситуации в драке в Агейте, убить одного героя. Они его убили. Дальше-то что? Дальше вайпер, дальше тортин, дальше бич-доктор, который в этой игре, кстати, куроки делает просто невероятную работу. Он столько полезного, я так смотрю. 4.08 у Курова в этом матче, просто очень круто отыгрывает пока. Божественная игра. Пока. Все, смотри, супер, зацепили, пытались стянуть вниз. Его и так хватило стянуть. Ну, ему стянули просто лицо, потому что у него нет ни форстаф, ни какого-то блинка, может быть, ничего подобного. Есть только архидея. Архидея. Оф, милеволенция или как она там? Да, да, да. Малеволенция. В общем, да-да, очередного реведжа там еще достаточно долго теперь ждать. Смотри, 5 байбеков есть, 5 байбеков нет. Да, кстати, забавно. Тут, да тут уже какие реведжи? Тут реведж тебе не поможет. Слишком все жирные стали у Сикретов, слишком они бронированные. Слишком много хила и слишком много всего. ВГ могут ливать. Мы снова смотрим 25-ти минуточку, но только в обратную сторону. Ну и третья игра тогда на подходе, значит. И наконец-то 2-1. Да, вчера у нас была одна игра 2-1 и сегодня одна. Второй за турнир. Да. Вчера, позже, кто 2-1 играл? Я не помню, кто-то играл. Клоуда или кто-то. Да, Клоуда ЕГ 2-1. Да, кстати, было нормально такой замес. Подмесович. Замес подмесович. Ну что, интересно, что будут делать в третьей игре Витч Гейминг? Будут ли они банить Чена? То есть, смотри, их Баунти Хантер сработал на 100%. Подумали они, что их без Баунти Хантера справиться не работает. Теперь, видимо, надо избавляться от Чена. Ну, скорее всего, так и сделают на третьей карте. Вейл в Дискорд купил себе Артизи. Интересный выбор для Вайпера, но... Как говорится, Баунти Хантер не проблема, поэтому закупай софта Ходжер. Да-да-да. Да, и Саша Яша также появляется у Бристалбека. Забавно, кстати. Никогда в жизни не видел в Дискорде на Вайпере, присмотрелся к пику Сигрет. Там вообще макдэмэджа-то нет. Вообще почти нет. Но он будет плевать парню какого-нибудь ульта и вейл ему сверху, чтобы он тут вообще гнил. Видимо, так. Ну, такой, типа, небольшая рафляночка такая, микро... Это всё равно работает, но можно было бы себя купить Артизи получше, но можно и подрофлить. Топ-рофлер Ю? Топ-рофлер Ю-Эс. Ю-Эс тогда уже, да. Ну, что же, Сикреты будут ли идти сейчас додавливать? Хотя им особо спешить некуда. Две стороны уже снесены. Ну, у Бичи вообще артефактов сейчас показали, вообще ничего нет. Да. Шан через полторы минуты. Можно просто подождать его. Тут вот приплыл, кажется, супер, хотя что-то пожалел его Артур. Ну, да, мог заплюнуть ему в лицо как раз с Вейлом, там вроде комбата есть уже. А, или Вейл ещё не долетел для него просто. Очень бедная Лина пытается выфармить Иул себе. Или, ну да, Иул. Да, Лина, кстати говоря, вообще в этой игре какая-то незаметная. Не, ну она делала свою работу, когда ребята заходили, пытались зайти на хайграунд. Она там станила, спамила, отбивала скрипчиков, наносила какой-то дэмэдж, что-то делала. Вот, теперь всё, можно забыть про все эти слова. Во-первых, ульт Тайтхантера, какой-нибудь там прокаст инвокера, всё это будет уходить в молоко. Мы видим, Хао заходит. Ой-ой-ой, пусть мы загоним, мам. Он так разваливает кабины, что это за бед. Вы не скажете, один Вич-доктор убивает двух корп персонажей, ну, по факту, да, там один-двух один. Я думаю, Хао не ожидал, наверное, что здесь будет вот так вот. Ну, хотя, а что он ожидал? Что ему дадут Т3 побить просто так, без боя? Надеялся. Надеялся. А вдруг? Я вот в итоге тоже, когда пушить трон, у Секретов они тоже надеялись, а вдруг что? Вдруг зайдёт, прокатит. Риск дело благородное, рисковать, в принципе, надо в ситуации в ВГ, если они реально думают, что у них есть шанс на победу. Но раз они не ливнули, значит, думают, что есть. Да, скорее всего так, но и третья сторона. Ой, как он супер, насадил Артизия. Вот, 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 ВЛ и на те. Смотри, он просто, он просто гриёт. Смотри, три на этого голема. Его просто увезли на базу, чтобы он не умер. А сейчас пытается улететь, но нет, нет, нет. Тут такое не работает. Да, и это 1-1. Сильно. Ну? Сильно Секреты не развалились. Мало того, что не развалились, Секреты очень хорошо подсобрали. Секреты развалили, Коля, там? Да. То есть, обычно после таких стомпов, как те устраивают на первой карте, ну, настроение не так себе. Не, ну вот мы видели, когда Вичи там хладнокровно действуют. Секреты хладнокровно действовали на стадии драфта. Они поняли проблему основную, которая была в прошлой игре. И, несмотря на всё своё эго, забанили. Да. Значит, реально есть желание победить. Это просто СО. Это просто СО на пике они. Ой, да ладно, я говорю, мы все знаем правду, Пупей там главный. Да, есть желание выиграть. И вот они, Пупей, Куроки. Те парни, которые не так давно играли в команде Натус. 4-0-6, 5-0-10. Неплохо отыгрывали. Неплохо отыгрывают до сих пор. Такие вот два суппорта, друга. Так, вот Вичи, которые проиграли первую карту на турнире. Это, кстати, может по их состоянию ударить серьёзно. Я тут недавно записывал вместе с Факером пару выпусков ретроспектив, но я продолжаю всё рекламировать. Давай, 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 а что ты думаешь? Нам не платят за работу, значит, мы будем рекламировать. Можно найти на каналах, там, Virtus.pro, YouTube. Кто хочет, тот найдёт, конечно. И там мы смотрели, как Na'Vi как раз делали стомпы против LGD и IG на втором НТ. Да. Опять же, LGD шли 17-0 по турниру. 21-0. Может быть. Ну, много-ноль. Много-ноль. Na'Vi выиграли у них одну карту, после чего LGD проиграли им ещё две. И после этого в лужерах они проиграли там кому-то. ОIG. И заняли третье место. ОIG там тоже шли нормально. Na'Vi выиграли одну карту, после чего выиграли ещё две. Наоборот, в финале они проиграли. Но китайцев можно один стомп. И иногда китайцы могут заплыть. На морали их можно давить. Да-да-да. И кому как не Пупеев это знать хорошо. Да, Пупеев тогда играл в Na'Vi. И сам он и устраивал те стомпы. Да, было-было дело. Ну что ж, я думаю, мы уйдём опять на небольшую рекламно-музыкальную паузу, прежде чем посмотрим последнюю карту сегодняшнего дня, игрового, в принципе. Кстати, да. Да, ну и... Шесть часов только здесь. У вас уже, я так понимаю, четыре часа утра. Четыре часа утра. Двадцать минут, да. Но терпите, терпите. Сейчас самое интересное. Ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. Да, не уходите далеко. Пять минут, и мы к вам вернёмся. Пять минут, и мы к вам вернёмся.